Веду. Ну и вперед. Начали. Добрый вечер. Это проект «Большая перемена» на телеканале «Дождь». Сегодняшний выпуск новостей подготовила для вас команда «Лики Кремер». И с вами Александр Волошин и Анна Боброва. А теперь главным новостям дня. Предложение засекретить потери военных в мирное время исходило от премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сегодня в суде рассказала начальник отдела претензионной и судебно-правовой работы Минобороны Наталья Елина. По словам Елины, этот факт подтверждает, что Путин, подписывая документ, согласно которому все потери в мирное время засекречиваются, действовал в рамках своих полномочий. Россия расширила действия контрсанкций еще на пять стран. В список государств, на которые распространяется продовольственная эмбарго, добавлены Албания, Черногория, Лихтенштейн, Исландия и, на особых условиях, Украина. Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, запрет на ввоз сельхозпродукции из Украины вступит в силу только в случае применения правительством этой страны экономической части соглашения об ассоциации с ЕС, которую Киев заключил в июне прошлого года. Кафе «Фламинго» в Нижнем Новгороде, из которого вчера выгнали сестру модели и филантропы Натальи Водяновой, временно закрыли. Напомню, хозяину заведения не понравилось, что девушка, цитата, отпугивает клиентов. У Оксаны Водяновой аутизм и ДЦП. По факту случившегося возбуждено дело об унижении человеческого достоинства. Выборы без выбора в Омской области. Главный конкурент действующей главы региона, независимый кандидат от партии КПРФ, не прошел муниципальный фильтр. Не хватило одной подписи. Обидный казус провоцировала пенсионерка районный депутат, решившая поддержать сразу двух кандидатов в губернатор. Ее подпись аннулировали районный суд, кандидата от коммунистов не поддержал и сейчас он готовит обращение в Верховный суд. С подробностями Лейла Алиева. Спасибо, Саша. Я решила разобраться в том, сложно ли бороться за избирателей в отсутствии конкурентов. В Омской области Олег Денисенко, депутат Госдумы, бывший офицер подразделения Альфа ФСБ, участник спецоперации в Беслане и Норд-Осте не прошел муниципальный фильтр. В день сдачи подписей в избирком обнаружилось, что две из них продублированы в подписных листах его конкурента. Единоросса, временно исполняющего обязанности губернатора Виктора Назарова. Вскоре два районных депутата, Нина Лушова и Андрей Капля, заявили, что поставили подписи задействующего главу региона под принуждением, а всей душой хотели поддержать Олега Денисенко. Челесты и подписали во второй раз. Решающим голосом оказалась именно Нина Лушова. Она призналась, что перед окончанием приема подписи в избирком ее практически заставили срочно уехать в Крым. Вот объяснение написано Лушовой в крымской полиции. Здесь она рассказывает, что состоит в КПРФ уже 42 года и что собиралась поддержать вдвиженца именно этой партии. Однако председатель ее райсовета якобы неоднократно приезжал к ней домой и уговаривал поставить подпись за Виктора Назарова. Услышав категоричный отказ, он предположительно пригрозил, что району прикроют финансирование и вся вина ляжет на плечи несговорчивой пенсионерки. Суд по делу о двойных голосах отказал в регистрации кандидата от КПРФ. В юридической безупречности решения сомнений нет. Подпись депутата коммунистки была поставлена за Назарова на 4 дня раньше, чем за Денисенко. А доказать суду, что этот голос был отдан под принуждением, спешно улетевшей в Крым и связавшейся с судом Паскай Полушовой, также не удалось. Она не могла предоставить ни одного факта давления. Можно было бы предположить, что это заранее спланированная акция действующего губернатора против независимого кандидата, если бы не несколько обстоятельств. Появление подписей двойников вполне можно было избежать. Виктор Назаров, глава региона с 2012 года, сам предлагал помощь остальным кандидатам в сборе голосов, но КПРФ от нее отказалась. Вот что ответил Олег Денисенко на мой вопрос о причинах этого решения. Не захотел.